На российском рынке появился новый бренд мотоэкипировки, он называется Димокс Большой ассортимент продукции, там и перчатки, причем достаточно крутые и разные Там и куртки, тоже крутые, тоже разные Там и мото-джинсы, там и, кстати говоря, обувка И вот что важно отметить Во-первых, качество вполне себе достойное для бюджетного бренда Во-вторых, бренд действительно бюджетный И если вы сходите по ссылкам в описании и посмотрите, что почем То кое-где будете наверняка очень приятно удивлены Особенно, если проведете сравнительный анализ В общем, там есть еще выбрать, ссылки в описании А мы возвращаемся к видосу Ребят, это видео будет про цифры Я искренне опасаюсь, что оно получится скучным Но мне делать его было очень и очень и очень весело Я надеюсь, найдутся те, кто со мной эти чувства разделит В любом случае, запомнить огромное количество данных невозможно Основные циферки я подвешу у себя в телеграм-канале в день выхода этого видоса Чтобы, если вы что-то забыли, захотели посмотреть еще раз Вы могли бы туда заглянуть, не перематывая видео Это первый пункт плана Второй Почему я вообще взялся снимать это видео? Потому что реальность, она зачастую намного интереснее той выдумки, которую мы реальности считаем Это касается мотоциклетного рынка, как правило, мы не понимаем, как он выглядит на самом деле Больше того, после этого видоса вы тоже вряд ли станете понимать это в каких-то мелочах и нюансах Но что-то для себя откроете Зачастую мы думаем, вот одна крупная мотоциклетная компания, вот другая Ну и они примерно одинаковые и равноценные Хотя на самом деле это слон, а это моська Даже не так Это слон, а это вошка, которая живет в шерсти моськи Бывает и такое Ну и, наконец, третий пункт плана Если вы тщательно следите за отчетами компании Если вы вообще интересуетесь тем, что происходит с рынком И понимаете, какая компания сколько мотоциклов продает Вам это видео смотреть не обязательно Это вообще такой самый-самый-самый базовый вводный курс для тех, кто никогда в принципе не задумывался о том, как выглядит бировой рынок мотоциклов Глава первая Большая японская четверка Вы наверняка много раз слышали этот оборот Большая японская четверка Что вы представляете? Четырех примерно равноправных участников той самой четверки, да? Нет! Мы смотрим на результаты продаж 21-го года Ими мы будем оперировать весь видос И наблюдаем следующее Что там у нас у Сузуки? Миллион семьсот проданных мотоциклов Так, ладно, хорошо Что у Ямахи? Четыре миллиона шестьсот проданных мотоциклов То есть один больше, другого втрое Уже какой-то дисбаланс Подождите Мы смотрим данные Кавасаки Сколько сделали они? Примерно пятьсот шестьдесят тысяч мотоциклов И вроде как уже, да? Какое-то неравенство намечается Но это до тех пор, пока мы не вспоминаем про компанию Хонда Которая выпустила шестнадцать миллионов восемьсот тысяч двухколесных машин Как вам такая величина? То есть вы понимаете, что на этом фоне Все остальные просто какая-то мелюзга Если ориентироваться только на количество выпущенной техники То в большой японской четверке ситуация очень странная Трое из этой четверки вместе взятые Не сделали и половины мотоциклов Которые выпустил лидер забега Это с одной стороны А с другой У одного из членов большой четверки Объем производства в тридцать два раза меньше Чем у лидера Вот такая странная большая четверочка Тут есть две огромные оговорки Во-первых, вот эти хондовские почти семнадцать миллионов мотоциклов Это считая совместное производство с кем-то там еще Но это по большому счету не так важно Важно другое Мы же понимаем, что мотоцикл мотоциклу рознь, правильно? И что в Азии наверняка в ходу малокубатурная техника И в принципе мы правы Смотрим статистику и понимаем В Европе за год Хонда продает двести тысяч машин А в той же самой Индии три миллиона семьсот тысяч Как вам такое соотношение? И ведь казалось бы, да, раз такое дело Нафиг это Европа нужна Занимайся Азией, где их больше покупают Так оно так Но одно дело скутер И совсем другое дело голда Стоят они по-разному И тут получается интересное соотношение На каждую машину проданную в Европе Приходится 45 машин проданных в Азии Вроде убедительный дисбаланс Но идем дальше На каждую йену, которую Хонда зарабатывает в Европе Приходится 5,5 йен заработанных в Азии А что это значит? А это значит, что азиатская Хонда в среднем в 8 раз дешевле, чем Хонда европейская Поэтому имеет смысл торговать в старушке Европе У Ямахи, кстати, картина похожая 10 лет назад пианино выпустили в общей сложности 7 миллионов мотоциклов И из них 6 оказались в Индии Ну, то есть почти все в результате В конечном счете, на одну европейскую продажу У Ямахи приходилось 32 продажи в Индии Опять же, дисбаланс убедительный Но европейская Ямаха в 6,5 раз дороже индийской Вот себе и причиной поработать на, скажем так, западные рынки Такая вот история И, кстати, внимательные в наших рядах есть Если да, то наверняка обратили внимание 10 лет назад 7 миллионов единиц техники у нас у Ямахи А в прошлом году 4 миллиона 600 Как-то она подусохла, правда? Правда При этом в отчете значится гордая цифра Рост на 13% Так это на фоне ковидного 20-го года Который был худшим за последние 15 лет Так что да, падение в истории Ямахи было и значительное А вот Хонда как раз все это время росла И вот вроде мы поугарали над самим понятием Большой японской четверки Которая то ли не большая, то ли не японская, то ли не четверка Но на самом-то деле Европа, Америка и, скажем, Австралия Это совершенно один мир Азия другой И здесь, в более близкой к нам вселенной Все иначе, и тут четверка как раз четверка То есть, скажем, в Австралии 10 лет назад Хонда продает 24 тысячи мотоциклов Ямаха 20 тысяч Ну, то есть меньше, чем Хонда Но разрыв недраматический Или, скажем, в США Хонда 20% рынка занимает Ямаха 12 Сузуки тоже примерно 12 Кавасаки 5 То есть Кавасаки по-прежнему меньше Хонды Но, опять же, разница недраматическая То есть, в принципе, все это оправдано Но Вот теперь вопрос Американский рынок, который я уже упомянул Хонда 20% Ямаха 12 Сузуки 12 Кавасаки 5 А все остальное Правильно Харли Дэвидсон, разумеется Харли Дэвидсон Ему будет посвящена Ну, почти полностью Вторая глава нашего повествования Что там у нас с циферками? 194 тысячи мотоциклов Рост на 8% 21 год мы имеем в виду И вроде как все нормально, да? Да, но нет На самом деле в этом тихом омуте Водятся черти Во-первых Можно заметить, на кого ни глянь У того рост на 20% У того на 13% Тут на 8% Как все у всех хорошо, правда? А дело-то в том, что мир восстанавливается после пандемии И на самом деле Представители всех практически компаний мира Должны молиться на ковид Просто молиться Потому что сначала пандемия наступает И у всех продажи падают И никто в этом не виноват Это обстоятельства непреодолимой силы Показатели упали По ушам не дали никому Потому что не за что У всех же так Потом ковид проходит И тут же начинается рост Который можно уже записать себе в плюс И получить от компании бонус Радость-то какая, правда? Ну знаете, от чего по-настоящему горько на душе? От отчета О десятилетней давности Там вообще-то на первых полосах цифры Прибыль, выручка, доллары, миллионы, миллиарды Вот это вот все Но на предпоследней странице Мелким шрифтом все-таки написали Общее количество выпущенных мотоциклов 233 тысячи, товарищи То есть примерно на 20% больше, чем вот теперь Иными словами В переводе с американского на человеческий Последние 10 лет для Харли Дэвидсон Были путем постепенной деградации И это, к сожалению, факт Есть еще пара любопытных фактов Во-первых, если считать все двухколесные машины То Харли Дэвидсон выпускает в 100 раз меньше техники, чем Хонда В 100 раз меньше Понимаете, какая разница? Да, можно говорить, мол, Хонда делает огромное количество скутеров Но Харли Дэвидсон-то взамен скутеров не делает ничего То есть Харли Дэвидсон это моська А Хонда это слон, во-первых Но есть еще и во-вторых Хонда действительно мировая компания А Харли Дэвидсон, как бы больно не было это признавать Относительно небольшой местечковый бренд Потому что две трети его продаж они в Америке И если компания Хонда, между прочим, может запросто выжить Без своего домашнего японского рынка То Харлею без рынка американского придется закрыть двери И повесить замок снаружи Кто-то наверняка вспомнит про Индиан Но его мы даже касаться особенно не будем 35 тысяч мотоциклов это правда небольшая величина Марка интересная и есть куда расти Но даже на фоне Харли Дэвидсон это пока что совсем небольшой бренд Интересно другое Есть одно очень интересное совпадение Вот Харли Дэвидсон сделал 194 тысячи мотоциклов в 21 году И еще одна очень известная компания Сделала 194 тысячи мотоциклов в 21 году Но это совершенно другие 194 тысячи Полагаю, многие догадались куда я клоню И правильно догадались Мы перебираемся в Европу В третьей главе нашего небольшого перегруженного цифрами повествования Компании BMW И вот казалось бы 194 тысячи у Харлея 194 тысячи у BMW Должен быть знак равенства, но его нет Потому что если эта величина для Харли Дэвидсон Означает еще одну точку в затяжном пике То для Харлей те же 194 тысячи Это очередная победа 10 лет назад они делали в 2 раза меньше мотоциклов Кстати говоря, в Америке за год они продали 16 тысяч байков У себя на родине 20 примерно поровну То есть иными словами у BMW вообще здоровая ситуация Их и дома любят, и покупают в прочих городах и весях Выразимся так Растут продажи и во Франции, и в Испании Но вот это растут продажи Это самая лукавая часть статистики Я пытаюсь ей вообще не пользоваться Приведу только один пример В 21 году в 2 раза выросли продажи у компании BMW В Индии 5 тысяч мотоциклов На фоне индийского мотоциклетного рынка На котором расходятся где-то примерно 16-17 миллионов единиц техники ежегодно 5 тысяч мотоциклов это ноль мотоциклов Понимаете? Но формально продажи выросли в 2 раза И конечно у любой компании есть модели-кормилицы Но информацию об этом марки не раскрывают Однако, что касается BMW Здесь все понятно и очевидно И совпадает с объективной реальностью Из трех выпущенных мотоциклов с пропеллером Один это непременно большой жирный гусь На GS 1200 приходится треть продаж баварской компании Этот мотоцикл сегодня часто ругают Говорят, что он отстал от времени Что в своем классе он самый медленный Самый неинтересный Вроде как самый доступный Это его главное достоинство Но простите, что есть, то есть Гусь дает треть продаж компании, которая его выпускает А вот Ducati в 21 году сделали 59 тысяч мотоциклов И согласитесь, на фоне величин О которых мы до сих пор говорили Кажется, что это какая-то мелочь Что там 59 тысяч? Тем не менее, это абсолютный рекорд За всю 95-летнюю историю марки Ducati Между прочим И достижению таких результатов Она обязана моделям Desert X Multistrada V4 Pikes Peak И Ponygale V4 еще То есть это в принципе хороший результат Идем дальше Что у нас там еще известно из европейцев? Триумф, разумеется Так вот, у Триумфа триумф 78 тысяч мотоциклов в 21 году На фоне ковидных 50 тысяч Это прям самый настоящий прорыв Причина прорыва? Угадайте Trident 660 Входная бюджетная модель Которая очень часто решает Я имею ввиду не Триумф, а вообще Производство машин с колесами в целом Ты выпускаешь новую бюджетную удачную модель И сразу делаешь большой шаг вперед Ну и естественно рост продаж О котором я говорил В США на 50% Где-то там еще Где-то там еще Очень меня позабавило В Эквадоре На 126% Рост продаж у Триумф При всем моем уважении Я не думаю, что Эквадор Это мотоциклетная столица мира Извините уж В любом случае У Триумфа не просто результат лучше, чем у Дукати У Триумфа действительно триумф А теперь, ребятушки, фокус-покус Берем общее количество мотоциклов, сделанных в 2021 году Харли Дэвидсон Прибавляем сюда BMW Прибавляем сюда Дукати Прибавляем сюда Триумф Прибавляем сюда Индиан Дакучи И выясняем, что в пятером Все эти пять компаний Которые кажутся нам олицетворением Современной мотоциклетной промышленности Все они вместе По общему объему выпуска Так и не смогли догнать Кавасаки Самую маленькую компанию Из большой японской четверки Просто для понимания Харли Дэвидсон Делает 85 раз меньше единиц техники Чем Хонда Дукати в 300 раз меньше техники Чем Хонда Индиан в 500 раз меньше техники Чем Хонда Это не особенно важно Просто знайте об этом В четвертой главе У нас погружение в мир Внезапного Понимаете, до сей поры Мы говорили про марки Которые я знаю Вы знаете, все знают Харли Дэвидсон, Дукати, БМВ, Ямаха Всем все понятно, да? А вот теперь интересное Ройл Энфилд Такая вот странная компания Которая вроде бы в Индии Вроде бы делает такие Под ретро мотоциклы Которые в России продавались Но стоили как-то неразумно дорого Как вы считаете? Вы уже ребята подкованные Если досмотрели до этого места У вас есть ориентиры Угадайте Сколько мотоциклов в 21 году Сделал Ройл Энфилд? 600 тысяч штук Вы теперь понимаете, что это значит, да? В три раза больше, чем БМВ В десять раз больше, чем Дукати Строго говоря, больше, чем Кавасаки Один из членов большой японской четверки Нормально? Потому что некогда Британский Ройл Энфилд В свое время Перебрался в колонию Британскую уже И там обосновался Вот такая история И сегодня эта компания Делает больше байков Чем все известные европейские бренды Вместе взятые Тут мы, правда, выносим За скобки КТМ Потому что он тоже Уже обосновался в Индии А где Индия Там огромные объемы Просто для понимания реальности Марка Ройл Энфилд За ноябрь 2021 года Одну из своих моделей Классик 350 Продала в количестве 19 тысяч штук Это больше, чем Весь российский рынок Новых мотоциклов За весь 2021 год Просто для сопоставления масштабов Но про Ройл Энфилд Вы еще что-то слышали А как насчет Hero Motor Я думаю, что для многих Это пустой звук 5 миллионов 100 тысяч Мотоциклов За 2021 год Это Индия, детка Понимаете ли В 25 раз больше Чем Харли Дэвидсон Да, можно обсуждать Что они делают Это, разумеется Дешевые Малокубатурники Но факт остается фактом А как насчет ТВ И С тоже впервые слышите 2 миллиона 400 тысяч экземпляров Ну про Баджадж Мы уже знаем Там примерно Как у ТВС И вот такой он Удивительный мир Индийской мототехники Тут планировалась Пятая глава Про Китай Но, во-первых Я ее не осилил А во-вторых Если бы и написал Мне кажется Мы бы с вами Закопались окончательно Лучше я про Китай Как-нибудь расскажу отдельно И вот теперь Под занавес Пора вспомнить Еще одну Важную цифру Вот только теперь Вы по-настоящему Ее оцените Когда вы стали Ребятами прошаренными Итак В 2021 году В России Было продано 18 тысяч новых мотоциклов Всего То есть вы понимаете Что у нас маленький рынок Он в 10 раз меньше немецкого В 15 раз меньше итальянского Он очень маленький И сейчас Как бы Надо бы обидеться Мы не любим Когда нас называют Маленькими Это задевает Сказать У нас же климат Некогда кататься Да у нас климат У нас же доходы Сложно купить новый мотоцикл Да Сложно Но на самом деле Компактность рынка Это его достоинство А не недостаток Потому что регулирование На нем минимум И вот эти правила Дикого Запада Как бы действует Открытый рынок Практически анархия До недавнего времени У нас вообще не было проблем Которые Помешали бы купить Тот мотоцикл Который тебе хочется Если на него есть деньги Сейчас все конечно Стало существенно сложнее Но сдается мне Что по результатам 22 года Окажется Что рынка новых мотоциклов В России Практически не осталось Вообще Ну и под занавес Если вам такие вот видосы С огромным количеством цифр Заходят Если вам было понятно И интересно То напишите пожалуйста Об этом в комментариях И поставьте лайк Это очень трудоемкий видос Поверьте Но очень интересно Такие вещи делать Поэтому если вам было в кайф Не молчите У меня на этом все С вас лайки Дизлайки Ну и конечно Комментарии Экспертов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому